Эта структура, которая при нехватке денег помогала бы завершать строительство жилых домов в случае обманутых дольщиков. Нет ни одного примера завершения жилищных объектов за счет страховых средств. Надо признать, что наши страховые компании еще недостаточно накопили ресурсов, чтобы справиться с такой задачей. Ну, во всяком случае, так они об этом говорят. И, конечно, можно в этих условиях рассмотреть и предложение о создании государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве. Вместе с тем, мы не должны создать такого механизма, который бы вечно прикрывал чьи-то огрехи, неэффективную работу, либо еще хуже жульничество. Государство не должно быть спонсором такой некорректной работы. Тема долевого строительства стала одной из самых главных на заседании Госсовета. Участие в нем принял и губернатор края в регионе, как и в целом по стране остро стоит вопрос обманутых дольщиков. По мнению Вениамина Кондратьева, лишь силами региона без жестких федеральных мер решить проблему не получится. Долевое строительство тоже сегодня продолжит существовать, но должна быть повышена ответственность за стройщик перед своими дольщиками. В том числе принято предложение администрации края вплоть до уголовной ответственности за стройщиков за срыв своих обязательств перед дольщиками. Президент поддержал подход к комплексной застройке в городах, когда вместе с жилыми домами обязана появляться социальная инфраструктура. Правительство должно поддержать те регионы, которые готовы включиться в создание таких современных городских пространств комфортных и необходимых людям. Вы знаете, ничего нового не скажу. Ясно, что там, где есть инфраструктура, там легче строить. Ну, понятно. Но все хорошо в меру. Нужно инфраструктуру развивать не только потому, что там легче и подешевле построить, а в конечном итоге для того, чтобы людям лучше жилось на этих территориях. По инициативе губернатора такая работа уже ведется в Краснодарском крае. Кубань занимает третье место в России по вводу жилья. Поэтому сейчас важнее вопрос качества, а не количества. Застройщиков будут ориентировать на комплексное освоение территорий с местами под парковки, зеленые зоны, детские сады и школы. Но главное здесь, чтобы власти и строительные компании играли по единым правилам. Нужно самим, кто принимает решение, убрать собственные личные интересы из момента предоставления земли и разрешения на строительство. Когда личные интересы будут убраны, по большому счету, тогда вот эти застройщики будут играть по правилам, которые устанавливает власть. Тогда на самом деле будет порядок. Потому что сегодня, конечно, позиция, которая сформирована и реализуется мною, как губернатором, поддержанная, я уверен, мэрами и населением, вот она позволит нам уйти от этой точечной застройки, от барьеров, которые сегодня существуют при получении разрешения на строительство, и перейти к качественному и на самом деле доступному жилью. В ходе подготовки к Госсовету Краснодарский край прорабатывал собственные предложения, в том числе и возможность муниципалитетам контролировать строительство зданий высотой до трех этажей, чтобы на уровне котлована бороться с самостроями.